Казачьи курени – неотъемлемая часть больших праздников в нашем районе. Увидеть и почувствовать самобытную атмосферу кубанских традиций можно было в Северном парке. Там два дня работала так полюбившаяся всем этнографическая выставка под открытым небом «Казачий курень». Каждое подворье на выставке «Казачий курень» – произведение искусства и своего рода сплав тех традиций, которые присущи сельской территории нашего района. Чем только не удивляли гостей те, кто создавал праздник. Настоящий сад с плодовыми деревьями, двор, где вместо кресел тюки соломы, пруд, где плавала живая рыба, старинные хатки-мазанки, крытые камышом, плетёные изгороди – всё это традиционное убранство казачьего подворья создавало неповторимый колорит кубанского быта. Во всех подворьях гостей встречали не только песнями, танцами, но и блюдами кубанской кухни. «Угощайтесь нашими ласощами, перешками со сметаной, борщом, кнедликами, да гарною горилочкою. Наш курень – это курень пасечника. Издавна на Руси, на Кубане, всегда были пасеки у людей. Это были самые первые сладости на Кубане, где можно было послачтить и ребят, и взрослых, и также сделать медовуху». В первый день празднования Дня города и района стартовал конкурс этнографической выставки «Казачий курень». Главные критерии отбора – соответствие тематики, оригинальность и красочность куреня, проявление творческой инициативы. «В этом году мы решили сделать тема, самое главное – это тема подворья. У кого-то пекарь, у кого-то пчеловодство, у кого-то виноградарство, ну, самое разное, то ли мельник. Вот главы определились, все поселение определилось, и все вместе. Настолько это понравилось, насколько дружно это делали, как они переживают, как они все это придумывают. Очень много нового всего в этом году, необычного. Поэтому и оцениваться будет, начиная от презентации, от песни, от встречи, легенда, что они придумали по этому поводу, и дальше раскрытие темы». В каждом курене старались поразить членов жюри. Судили, конечно, строго, но объективно. В соответствии выбранной тематике – вот главные критерии оценки жюри. По мнению членов комиссии, хозяева Анастасиевского куреня с поставленной задачей справились. В этом курене действительно царила удивительная атмосфера. Подворье пекаря название говорит само за себя. Побывав в нём, сразу становится понятно, что к хлебу у казака отношение особое. Здесь всем рассказывали процесс приготовления хлеба. От того, как выращивается зерно, и до того, как пекут хлеб по кубанским традициям. Анастасиевский курень стал победителем гран-при в конкурсе казачьих куреней. Кстати, о каравае он испечён своими руками, весит 108 килограммов. Там два мешка муки, двое суток пекли наши повара, профессионалы, мастерицы своего дела. Ароматный, душистый, настоящий, всё съедобное, можно попробовать. Стоит только войти в курень черноярковского сельского поселения, сразу становится ясно, что попадаешь в подворье рыбака. Пруд с живой рыбой, рыболовные сети. Помимо этого, в курене было много элементов кубанского быта, творческий подход к оформлению. И, конечно же, гостеприимность. Черноярковское поселение заняло первое место в конкурсе. А второе место по праву досталось Петровскому сельскому поселению. У нас подворье мельника. Это был большой человек на селе. Он всех снабжал хлебом. Это было самое главное блюдо на кубанском столе. Пышный, душистый кубанский петровский хлеб. В Петровской было 53 мельницы до революции. Но у нас сохранилась наша мельница, которая сделана искусственными руками наших петровских мастеров. Подворье мельника воссоздали и хозяева протокского куреня. Почетное третье место они разделили с прибрежным сельским поселением. Отличительной чертой этого куреня было большое количество цветов и корзин с плодами. Шашлык из фруктов, декоративные ежики, гусеницы из яблок. Все это можно было увидеть в подворье садовода. Фрукты у нас зря не пропадают. Излишки никогда не бывают. Хозяйки все в дело пускают и фрукты перерабляют. Вот там гляньте, что понаробили, каких выкрутасов понакрутили, какие приготовили угощение, а какие у них соленья. А в печи яблоки печеные, в пирожках прожаренные, в изваре проваренные. А какие из наших фруктов варенья. Глянешь, красота, здесь уж, вот объедение. Хозяйки наши такие мастерицы на придумки выдумницы. Они так стараются, не знаю я к вам, а мне тоже нравится. В подворье швеи при кубанского сельского поселения славянцев встречали с казачьим хлебосольством. А также шутками, байками в духе местных традиций. Ну и, конечно, лирическими песнями. Такими, какие могут петь только кубанские женщины. Горочи никогда не умолкнут гармонии. Рудит голоса их, как трава без росы. В течение трёх дней в Куренях оживали картины многовековой истории Кубани. И каждый раз люди, приходя сюда, с интересом знакомятся с предметами старины и укладом жизни казаков. В эти дни славянцы смогли соприкоснуться с культурой нашего богатого прошлого. Это интересная история своего города, своего района. Её необходимо просто знать. Это очень полезно для наших детей, потому что этого уже нет в нашей жизни. Сейчас современные гаджеты. Поэтому я считаю, что нужно знать историю. Это наши корни. Как дерево не может без корней, так и мы не можем без своей истории, без своих предков. А быть наших предков нужно знать. Мы каждый год бываем, когда приезжает такое красивое веселье. Мы всегда бываем. Очень приятно, очень красиво всё. Спасибо им за это, что они нас радуют. Всегда очень приятно, когда вся эта культура кубанская наша показывает хаты, показывает весь быт. Очень приятно. Очень нравится всё посмотреть. Казаки ходят. Хорошо, что мы не забываем о своей культуре. Ценность здесь и то, что это не просто выставка под открытым небом. Каждое подворье живёт своей особой жизнью. Рыбаки плетут сети, пекари готовят румяные караваи. Из пасек качается ароматный мёд. Всё делается так, как делалось десятки лет назад. Здесь возрождаются давно забытые традиции. Прошлое становится настоящим. Древняя культура казаков становится живой, осязаемой. Её можно увидеть, услышать, почувствовать. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова